дела ребенок бан pogg лестнируйсемài дождение вы не понимаете что он же мопридный баб penis пеальпсона Да, нам еще месяц учиться. Ну да. А мы скоро выйдем на летние каникулы. А потом выйдет выпускной. Смотрите, это же Алтынай. На рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, пожалуйста, нарисуй мне парашка. Привет. Привет. Привет, Алтынай. Что читаешь? Я читаю маленький принц. Ой, я тоже его читаю. Молодцы. Это моя любимая книга. А вы знаете, что я написал летчик? Нет. Интересная информация. Антонандо Сент-Экзюпери был летчиком? Совершенно верно. Сказка была написана в 1942 году в Нью-Йорке. Это период Второй мировой войны. Он воевал против фашистской Германии. В одном из писем 1939 года он писал. Я обязана участвовать в этой войне. Все, что я люблю, под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кому не все равно, хватает ведра и лопаты. Я хочу драться. Меня вынуждает к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на это. Многие наши соотечественники принимали участие в Великой Отечественной войне. В Победе не ведать забвение. Веками в потомках ей жить. Великое давновение. Для них вы сумели добыть. Как много было сказано войне. Тема войны уже давно раскрыта, описана и вылезла цифра. Но это никаким образом не означает, чтобы очень нечего говорить. Сколько всего пришлось пережить людям. Какие утраты ждали каждую семью. И какое страшное время должны были пережить маленькие дети. И какую радость у каждой услышал слово Победы. Накануне праздника Дня Победы, 9 мая, у всех на устах герои Великой Отечественной войны. Но редко вспомнит вклад подростков в Великую Победу. Школьники, только сдававшие вчера экзамены, записали с партизаны. Или ушли на фронт, приписав в личном документе в себе два года. Видев все ужасы войны и примеры старших товарищей, они, еще юные ребята, также хотели служить Родине. Не счесть, сколько было сынов полка. Поскольку командиры команды скрывали нахождение в своих рядах детей, они их всячески берегли, как символ будущего. Зачастую дети, наравне со взрослыми, участвовали в боевых операциях. Среди сынов полка, как правило, были дети, разрушившиеся крово и родители. Дети войны в 1941-1945 годах, где по своей вине взяли в руки оружие и бросили учебу. И заставила война, голод, разруха. Не будем забывать их огромный клан. Великую победу над гитлеровцами. Это общая победа. Делковали от детей и тружеников тыла до солдат передовой. Сейчас нынешнее поколение детей учится уважать и ценить своих предков. Каждый год 9 мая мы отмечаем праздник День Победы в Великой Отечественной войне. Суровая война коснулась каждой семьи из нашей страны и пронесла много слез и горя. В моей семье воевал прадедушка Яков Иванович Мельников. Был призван на фронт в 1941 году. 836-й отдельный батальон связи. Прошел всю войну. От Москвы до Берлина. Был награжден орденами Великой Отечественной войны. Второй степени. Красной звезды. Медалями. За боевые заслуги. За оборону Москвы. За победу над Берлином. К сожалению, своего прадеда я не застала в живых. Но знаю о нем из воспоминаний дедушки. По фотографиям и письмам. Я горжусь своим дедушкой. И всем советским народом. Мой прадедушка Николай Иванович Панков родился в 1923 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. Рядом с солдатом дошел до Берлина. Там был ранен. Вернулся с войны на Костылях. И у него было много наград. Мой прадедушка Хамид Ирскендер Хамидов родился в 1910 году. Он воевал в Сталинграде. Война у него отняла ногу. Моя бабушка Федосия Пирсовна Маскевич родилась в 1927 году, 1 июня. Была партизанкой в белорусских лесах. Была награждена орденами 1 и 2 степени Отечественной войны и Красной звездой. Моя бабушка ветеран войны и я ей горжусь. Я расскажу про бабушку Галия Бану. Когда была война ей было 12 лет. Они копали танговые рвы под Москвою. Потом она приехала в семей. Работала на челочной фабрике. Награждена медалями. Сейчас ее нет, но все ее помнили. Легко ведь празднуем победы. Мой город взориме цветом. И на параде вместе с дедом мы вздавшись за руки идем. Дед помнит, как в лихие годы За Родину он ввался в бой. Как ради жизни и свободы Сражался весь народ родной. Мелькнула яркая звезда. За ней другие засияли. И не забуду никогда, Как деды в мир наш отстояли. Моя прабабушка седая, Такая милая, родная, Со мной играет, приголубит, Но вспоминать она не любит. Как воевала на войне, Вздохнет и тихо скажет нет. Всего дороже мир и дети, А в день победы на рассвете Свои достанет ордена. Слезу рукой смахнет она. На день праздничный наряд, И с ней идем мы на парад. Идет тихонечко она С палочкой болит спина. Горят на солнце ордена, Всех ветеранов чтит страна. Тобой я, бабушка, горжусь, И мирным небо будет пусть. Жители города как никогда Активно поддержали акцию «Безмерный полк». И пришли на парад с Дократами своих остриков, Внимавшим участие в Великой Отечественной войне. В общей колонии по семьям Прошли сотни человек. Их имен в оборудовании Здесь перечислить не сможет. Таких много под вечной охраной граниты. Но знай, Внимающие этим камням Никто не забыт, Ничто не забыто. На колонии Дня Победы Представители Акмата города Довезтили наших ветеранов. Поздравили с насыпающей Дню Победы И искренне поблагодарили За чистое небо над головой И мир в наших домах. Сложно перечислить все Переприятия акций, Которые проводятся в нашем городе. Ведь все они несомненно важны. Именно благодаря таким событиям И сохраняется память о предыдущих поколениях. А мы удерживаемся тому, Что самая главная ценность Это мирное небо над нашими головами. Антуан де Сент-Экзюпери был писателем-летчиком. Застав трудные времена двух мирных войн. Самое известное его произведение Скаюш на поясе «Маленький принц», Которая обрела всемирную славу. Фонностью понятия Газбери можно лишь Прожив жизнь так, как прожил ее он. Мы можем только прикоснуться к доникам его души Вдумываясь его слова, читая его книги. Мне понравилась вот эта фраза «Никогда не теряй терпение» Это последний ключ, открывающий все двери. А вот еще Мы в ответе за тех, кого приручили. Я тоже читала эту книгу. Мне понравилась эта фраза. Я боюсь стать таким, как взрослым, Которым ничего не интересно, кроме цифры. Каждый весенний денек И за приближение к лету. А еще к летним каникулам. Весьма насыщенным был этот учебный год. Да, я познакомилась с ребятами С клуба «Репортер». А чем вам запомнился этот год? Мне запомнилось, как я и мои одноклассники Осенью уходили в поход. Это был березовый лес. А еще мы увидели Эльтыш. И остров вдалеке, ведь рядом была деревня. На меня произвело впечатление Встреча с волонтерами общества Помощи животных семей. Весьма опознавательный был приезд В приют «Четыре лапы». Мне понравилось, что моя мама во всем Меня поддерживала. Принимала участие во всех делах клуба «Репортер». А вот я вспоминаю нашу новогоднюю программу, Где я играла эльфа, Которая работа на фабрике Деда Мороза. Мои самые лучшие впечатления О том, как мы проводили опрос У посетителей дворца, Где они делились своими хорошими новостями. Мне было очень интересно Наше итоговое занятие. Там было познавательно и весело. Мое самое лучшее впечатление Это когда в нашей группе клуба «Репортер» Меня назначили старостой. И когда мы снимали программу про птиц И кормили их. И то, что я сюда пришла И познакомилась с такими хорошими ребятами. Вы очень веселые и добрые. Я очень люблю клуб «Репортер». Мои самые лучшие впечатления Это когда проводилась Программа «Алтонсака». Мне было очень весело. Нам вручали грамоты. Мы решили спросить у кружков Дворца Творческих детей и молодежи, Родителей детей и педагогов, Что их больше всего запомнилось В этом учебном году. Поделитесь, пожалуйста, Своими самыми яркими впечатлениями В этом году. У меня самые яркие впечатления В том, что я в этих новинках Как она такая прикладает. Она учит всех детей Нас очень много. Мы шумы. Но она нас учит Рисовать. Как мы без нее были, Мы тогда умеем рисовать. У нас было не факт, если мало. Хорошо ли записалось на этот кружок? Расскажите, пожалуйста, О самом запоминающемся событии этого года. Самым запоминающим событием этого года Был отчетный концерт. И все были довольны. И наш преподаватель был самым добрым преподавателем В этом году. Мы его очень уважаем и любим. И этот преподаватель под именем уважаем. Что вам запомнилось в этом учебном году? Я, бабушка, внука Мауликеева Асана Линь. Мне очень понравились занятия, которые проходили под руководством Гришняка Дениса Борисовича. Занятия были всегда организованы. Он уже с сентября в год уходит. Достиг уже, вчера сдавали экзамены. Он получил оранжевый пояс с нашивкой. Ему очень нравится. Обстановка, доброжелательные все. Очень рад. Я говорю, Саня, ты будешь ходить? Да, я буду продолжать. Заниматься очень нравится преподавателем. Мы живем в мирное время. Нам светит яркое солнце. Мы можем заниматься творчеством. Не бояйся завтрашнего дня. Без болашағы жаркан есеси бие келдің ұрпағымыз. Еліміз тәуестігін алғаннан бері, қанша маме кемелер, ән бие ермелер, шығармашлық сарайлар ашылған болады. Солардың бірі, бағылар мен жастарын шығармашлық сарайы. Бұл жерде өз кезегінде бие ермелері, ән студиалары, көркем сүре тәнерімен тәрлі спорттығы үмдар ашылды. Солардың бірі акцент бүйежімі. Танец – это движение, а движение – это жизнь. Это уникальный невероятный способ самовыражения чувств и эмоций. Сегодня у нас не просто концерт, это праздник танцев. Представляю вам отчетный концерт хореографического ансамбля «Акцент». Хореографическому ансамблю «Акцент» на сегодняшний день уже 27 лет. Основателем ансамбля, а также бессменным хореографом-постановщиком является Клара Рашидовна Швецова, Вероника Алексеевна Николаева – аккомпаниатор этого дружного ансамбля. Также она продумывает образы для всех направлений танца, пытаясь понять и прожить каждый номер. Говоря об этих замечательных дамах и о коллективе в целом, нельзя не отметить еще одного участника – Наталью Николаеву. Совсем в юном возрасте Вероника Алексеевна привела заниматься свою дочь к известному педагогу. Конечно же, она пошла по стопам своего педагога. Выпускница 2013 года в этом году оканчивает Алтайский государственный институт культуры в городе Парнауле. В хореографическом ансамбле «Акцент» Наталья выполняет сразу несколько функций. Солистка коллектива, постановщик танца и танцует сольные танцы. На отчетном концерте представила новое современное направление и показала свой сольный танец, сказала Клара Рашидовна Швецова. Как вам удается найти подход к каждому ребенку? Да, каждый ребенок – это личность. Многие хореографы считают, что дети должны дышать в одном направлении, жить одной жизнью, то есть быть одинаковыми. А я стараюсь, чтобы каждый ребенок – это была индивидуальность, чтобы он смог раскрыть себя, показать все свои стороны. Я учу их не только танцевать, я учу их жить, я учу их радоваться жизни и постигать трудности нашей жизни. Мария Рашидовна, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваш рабочий день? Рабочий день начинается с зарядки. Я считаю, что любая женщина в любом возрасте должна выглядеть хорошо. Если я не буду делать зарядку, я не смогу детей заставлять заниматься хорошо. А так я могу и прыгнуть, и сделать сто отжиманий. Поэтому прежде чем пойти на работу, я делаю зарядку. Приходя на работу, я наполняю детей оптимизмом, трудолюбием, счастьем, радостью. И мой девиз – «Получай удовольствие, когда ты несешь». Танец – это не только правильно составленная хореографическая композиция, но и правильно подобранное музыкальное сопровождение. Я знаю, что этой частью работы в анхамбле «Акцент» занимаетесь вы. Вероника Алексеевна, напишите, пожалуйста, что главное в этой работе? Главное в моей работе – привить любовь к музыке, развить чувство ритма у детей. Ну, конечно же, познать определенных композиторов. То есть, как их зовут, какую музыку они пишут. Ну и, конечно же, танцевать ритмически правильно. Наталья, какими качествами должен выглядеть человек, живущий танцами, чтобы всегда быть впереди? Этот человек, прежде всего, должен любить танцы, дышать танцами и всегда помнить о том, что не все получается с первого раза, но главная победа – это победа над собой. Выпускницы хореографического ансамбля в этом году прекрасные и талантливые Екатерина Алексеенкова, Лаура Дюсенова, Арайса Гандыкова, Зарема Исмагилова, Азиза Кайдарова, Айдана Жумабекова, которая стала обладательницей гранты и стажировки в Америке. В этом учебном году коллектив стал обладателем гран-при сразу в нескольких конкурсах. Младшая группа в международном конкурсе фестивалей Art Global, который проходил в Астане. Старшая группа в первом конкурсе фестивалей Art Perspective. На отчетном концерте мы увидели очень много различных танцевальных композиций. Все они были разнообразны по своим направлениям. Деми классика, современная хореография, сюжетный танец. Не обошли стороной и уделили внимание современному направлению, такому как уличный балет. Сегодня вы выпускники чудесного хореографического ансамбля «Акцент». Что бы вы пожелали ученицам и будущим выпускницам этого ансамбля? Ценить каждую минуту, трудолюбие и удачу. Быть упорными и никогда не сдавать. Целевую любовь. А что будет дальше? Каким вы представляете свое будущее и будет ли оно связано с танцами? Да, в будущем я планирую стать хореографом, открыть свой большой ансамбль и обучать ей танцам. Я пока не могу сказать точно, но я надеюсь, что в будущем я буду свидать с танцами и продолжать заниматься тем, что там еще нет. А какой герой вам ближе всего из сказки «Маленький принц»? Мне нравится лис, он умеет дружить. А мне маленькая роза, я люблю, когда обо мне заботятся. А я, когда была маленькой, представляла себе образы разных сказочных персонажей и любила смотреть мультфильм как Тимони Пумба и напевала часто песенку из этого мультфильма. А я засматривала «Спонч Бобом». Точно, я тоже его любила. Именно все мои любимые песни пели дети на конкурсе мультипесня. Мультфильмы 25 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской вокальный фестиваль – конкурс из детских мультипликационных песен. Мультипесня, в которой юные вокалисты могли показать не только свои вокальные данные, но поделиться своей любимой песней со зрителями. Конкурс проходил в трех возрастных категориях – от 6 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет. Участниками мультипесни стали 17 девчонок и мальчишек нашего города. Привет! Как Вас зовут? Меня зовут Супра Налит. Я Света Зина. Меня зовут Настя. Какую песню Вы сегодня исполняли? «Маленькие дети» турнира имели? «Что меня ждет из мультика Муана». Чему учит Ваша песня? Моя песня учит, что нельзя лениться, гулять. Моя песня учит, что надо быть смелым и ничего не бояться. Всегда идти вперед. Я вам с родинки. Моя песня учит, что, чтобы выбрать свою судьбу, надо самому решить, что ты любишь. И кем ты можешь быть в будущем, а не быть тем, кем тебе говорят. Спасибо! Молодцы! А это участница нашего конкурса. Как тебя зовут? Меня зовут Алиса. А какую эту песню знаешь? Меня знаю «Шалонишки», «Арбарики» и «Далеко от мальчишки». Какую песенку ты сегодня исполняла? «Далеко от мальчишки». А чему учит твоя песенка? «Добру и любви». Молодец! А сейчас мы спросим у наших зрителей, знают ли они какую-нибудь песенку из будущего фильма? Здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Диана. А знаешь ли ты какую песенку из будущего фильма? Никола, Кокодин, Ульена. Много спешарка. Аликсика. Здравствуй, Силанка. Молодец! Ох, нелегкая выпала работа нашему жюри. Выбрать лучшего из лучших. И выбор сделан. Победительницей конкурса стала Анастасия Андреева, студия «Милана Плюс». Хочется сказать спасибо организатору конкурса, заведующей организационно-массовым отделом Жанаим Абиоовой за этот праздник детской песни. Хорошая книга, я ее дочитаю дома. А сейчас поговорю с друзьями. Толстой же Зушимы Зайдхандай, жахсы ктаб, аххолдадам нэн ангмис мембердей. Да, Селя, ты права. А еще книги помогают нам развиваться. Да, и мультфильмы тоже помогают. И кружки, и полезные увлечения, и наш дворец творчества детей и молодежь. И, конечно, наша любимая программа STEP UP!